Ибрагим, каким видится тебе будущее Абхазии? Это очень сложно. Я думаю, что... Абхазия в очень сложные времена. Потому что она полностью зависима от России. Но экономика в России тоже постепенно разваливается. У нее уже очень большие проблемы. И содержать вот эти новоиспеченные республики, как Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, тем более Донбасс, будет им очень сложно. Думаю, что вполне возможно в ближайшее время Россия будет вынуждена вывести свои войска с этих территорий, как в свое время за одну ночь практически вывела огромную военную группировку Саджари. И возникает вопрос, что тогда будут делать Абхазы? К сожалению, почти за 30 лет они ничего не построили. На сегодняшний день я фактически знаю всех деятелей, которые сейчас в оппозиции и у власти. И практически они все одинаковые. Они одинаково думают, одинаково выглядят, одинаково разговаривают, периодически меняются во власти. И разница только в одном. Те, которые в оппозиции считают, что те, которые у власти уже напилились, вот этих российских денег, которые им там предоставляют, и должны теперь уступить, теперь они должны пилить российские деньги. И противоречие только в этом. Поэтому у них власть меняется, а ситуации нет. И вряд ли поменяется в ближайшее время. Я думаю, что они должны закончить эту войну. Она не закончена. А ее можно закончить только договорившись с Грузией. О чем они будут договариваться? Как? Это их вопрос. Мы поддержим любой вариант, который устроит обе стороны. Но должен быть настрой на благоприятные переговоры, а не на истерику. Сейчас основной упор делается именно на эту истерику. Очень много говорят о том, что Грузия должна признать Абхазию. Признание Грузии Абхазии будет катастрофой для Абхазии. В Конституции Абхазии написано, что президентом Абхазии может быть только Абхаз. Это противоречит всем нормам демократического сообщества. Если Грузия признает Абхазию, то Абхазию признает весь мир. Если весь мир признает Абхазию, первым вопросом от Абхазии потребуют привести в соответствие Конституцию Абхазии. А в Конституции Абхазии в соответствии с демократическими нормами должен пункт, когда президентом Абхазии может быть любой гражданин Абхазии. С этим пунктом Абхазы уже никогда не выиграют выборы. Они потеряют власть, которую сейчас удерживают физически. И это станет для них катастрофой. И в этой экстремальной ситуации единственным спасением Абхазского этноса, я думаю, будет только договориться с Грузией. Потому что вот те вызовы, которые время сейчас делает для Абхазов, с ними могут справиться только грузины. Ну а мы в свою очередь, в общем, тоже будем их поддерживать.